Приветствую всех, дорогие друзья! Рад вас всех видеть, с вами снова Крюга ТВ. Вам может показаться, что у нас какой-то марафон новинок, огромная эпопея, знаменитые распродажи типа Чёрной Пятницы. На самом деле нет. Просто, ну как-то так получилось, что большая часть той техники, которая вышла в патче, приглянулась мне. И вот последнее, самое непримечательное, на вид, но, как оказалось, довольно интересное геймплейно, сегодня у нас на обзоре. Это STRF9040B. Модификация, которых у шведов полно, на самом деле, потому что вот это же STRV есть. Модификации C и 90120CV. Короче, на плюс-минус вот этой базе шведы расплодили целое семейство всяких там самоходок. Причём, есть ещё и Билл, это который с патурами ТОУ-2Б. Так вот, чем наша модификация отличается, и почему так она мне понравилась? А здесь есть за что, честно говоря, её похвалить. Модификация B самая низкоранговая, то есть боевой рейтинг её 8,3, в то время как у модификации Билл или С 9,7 и 10,0 соответственно. То есть здесь всё прям сильно ниже по БРу. Почему так? А вот сейчас мы и будем разбираться, чем нам придётся пожертвовать ради того, чтобы получить сниженный боевой рейтинг практически на 4 или 5 ступеней. Итак, начнём с того, что если мы здесь будем говорить об орудии, то оно везде и у СТРВФ, и у ЦШК, и у Билки, где угодно. Короче, оно одинаковое. Это 40-мм Акан М-70. Причём, боеприпасы и тут, и там, по сути, основные противотанковые у вас будут тоже идентичные. Это противотанковые, ну как, условно противотанковые, я имею в виду, ломы с пробитием в 143 мм в упор. На дистанции тоже более-менее пробивают броню. Этого достаточно, чтобы пробивать в лоб некоторую технику нашего и ниже боевого рейтинга, потому что если мы говорим про БРы в районе там 10-0, понятное дело, там эти машины с данными снарядами нормально не пробивают советов. Но тут мы можем встречать что-то американо-советское, что можно пробить. К этому стоит добавить, что даже борта ОБТ, любых и под некоторыми наклонами, мы пробиваем уверенно, что, естественно, приятно. К этому стоит добавить практически отсутствие перезарядки, две десятых секунды. Но есть одно маленькое но, которое портит весь, блин, банкет. Это называется боеукладка первой очереди. Там 24 снаряда, ну и один в стволе. 25 выстрелов вы делаете, а дальше встаете на дозарядку этого аппарата заряжения. И в этом-то и заключается вся проблема. С другой стороны, урон у этих 40-мм снарядов довольно адекватный. И да, если уж ваншотом здесь не пахнет, то зачастую вы наносите с двух-трех выстрелов урон, несовместимый противника с жизнью. И получается, что такого боекомплекта хватает даже на три достаточно сложных цели. Главное вовремя понять, если вы кого-то не пробиваете. И отступить. Боеукладка, к тому же, пополняется довольно шустро. Там снаряд запихивается, я думаю, новые секунды за три, наверное, или около того. Поэтому не так критично, если вся боеукладка кончится. Это не вот что потом каждый снаряд по полминуты заряжать. Тут нет таких больших проблем, но тем не менее, вы всё равно будете выведены из боя. Вот такую дозарядку я считаю вполне адекватной. То есть, да, вы можете выдать огромное количество бурст урона сразу по нескольким целям, а потом отвалить из боя минуты на две. И вот это и играется весело, и в целом достаточно балансно. К этому стоит добавить, что у нас есть, конечно же, нормальный стабилизатор орудия. И из приятного, это вертикальные углы наведения от минус 8 до аж 35 градусов наверх и 32,5 градуса поворот башни в горизонте. Что довольно неплохо. По итогу получаем отличную 40-мм автопушку с вполне адекватной скорострельностью, я бы даже сказал, хорошей скорострельностью, которая позволяет за несколько секунд выплюнуть весь магазин, нормальным уроном, приятным пробитием, всё, короче, здесь так, как надо. Из неприятного, что у нас отобрали? Ну вот, например, у модификации С, которая аж на 10-0, есть снаряды с радиовзрывателем. Фугасы я имею в виду, которыми можно сбивать самолёты легко. У нас таких нет. У нас обычные фугасы. Но с другой стороны, и вот не пофиг ли на них? Честно говоря, на мой взгляд, абсолютно пофиг, поскольку в нашем случае и обычными фугасами или ломами прямо летящие самолёты сбить можно. С такой-то скорострельностью и хорошей баллистикой и точностью. А вообще это не наша приоритетная цель, мы такая БМП-ха более противотанковая, засадная. И в этом случае у нас всё прекрасно. Если мы говорим про броню, то у шведов в принципе такая концепция, брони особо нигде и нет. Здесь не исключение. И в лоб мы танкуем, ну разве что пулемёты. А бортами и их вряд ли сможем как-то задефать. Потому что борта, особенно нижняя их часть, 10-ти миллиметровая. Всё остальное, ну максимум 20. Поэтому, да, в ВЛД танканёт, может быть, даже выстрелы автопушки редкие на дистанции. Но так в целом, конечно, ваншотимся мы практически на ура. Ибо всего три члена экипажа. И пусть вся задняя часть этой БМП-хи полая. Туда никто практически никогда не стреляет. Поэтому ваншоты прилетают аки-боженьки. Просто только в путь. Получается, что командир и наводчик, которые сидят в башне, отлетают чаще всего ваншотом. Ещё из довольно адекватного здесь, что вроде бы кажется сначала имбово, а потом поездишь и понимаешь, что далеко нет. Это скорость. 550 лошадей на 23 тонны массы. То есть порядка 20 лошадей на тонну. Вперёд едем с 70, назад фигачим до 40 км в час. Но сама по себе динамика ничем не примечательна. Это не прям вот Элтеха, которая рвёт с места и в карьер. Едет вот на свои 20 лошадей. Мы обгоняем практически всех на нашем БРе. Но стоит попасть с ОБТ на 9.09.3, и тут уже дудки. Мы со своей командой едем плюс-минус одинаково, а от Эксемок и отстаём. А причём играем мы на низких БРах, точнее мы, когда внизу списка, очень часто, то есть с 9.3 попадать приходится регулярно. И знаете, это не вызывает страдания. А почему? Да потому что ещё не успевает на 8.3 проявиться вот этот синдром того, что все натовские танки сверхбыстрые, да и советы, честно говоря, тоже не особо-то. Поэтому единственное, что может вас действительно напугать, это вражеская броня, там, каких-нибудь встреченных вами 54-ок. Но их всегда можно обойти. И это, в целом, камень-ножницы-бумага. То есть, если вы обошли, вы, скорее всего, победили. Не обошли, и противник что-то заподозрил, подставил лоб, да, вам надо отступать. Это правильно. При этом нет такого, что вас обгоняют ОБТ. В то время как тот же самый СТРовый 9040С, он будет с той же скоростью на 10.0 уже совсем по-другому ощущаться. Ибо там 20 лошадей на тонну обесценены. Они ничего не стоят. Ибо натовские ОБТ имеют 30 лошадей на тонну и гоняют быстрее вас. Только у вас нет брони и нет возможности выжить. А у них есть. Поэтому модификация С, ну хрен его знает, зачем нужна. Может быть, самолёт избивать стоять. Правда, это ЛТшка. И непонятно, зачем тогда вообще С нужна модификация, когда есть Билл, ещё и с Птуром и с теми же снарядами. И у Билла, честно говоря, есть проблемы. Ибо играть на 10.7 и 10.3 приходится регулярно. И там техника куда быстрее. На 8.3 мы только иногда встречаемся с этой вот начальной планкой жести на 9.3. А иногда воюем 7.7-8.0. И вот там мы быстрая, да, легко уязвимая, но всё ещё опасная шведка. Потому что заехав в борт, а некоторым танкам даже и не обязательно, мы натворим делов. При том, если нас контролить, то мы ничего не сможем по сути сделать. У этой шведки часто будут связаны руки, потому что пробития не хватит. 140 мм это хорошо для автопушки, но только для автопушки. И встречаясь в лоб с 62-кой, вы поймёте, что есть боль. Однако, стоит только ей проехать мимо вас бортом, поверьте, 2-3 снаряда и 62-ка уже никуда не поедет. Поэтому играть на вот этом вот аппарате очень интересно. И модификация B, как по мне, это прям идеальная золотая середина. Следующие СТРФ, они будут куда более сложными. И сомнительными, откровенно говоря. Если у Билла ещё есть птуры, которыми можно чё-то как-то, то вот модификация C, ну, полностью бесполезная, на мой взгляд. И её бы я вообще не трогал. Но вот B модификация попала туда, куда надо. Она и достаточно скиллозависима, и при этом вознаграждает за ваши старания. В этой машине нет ничего раздражающего, она удобная. И здесь вы можете полностью предаться макроигре, не уделяя много времени микромоментам. В общем, и её убить легко, и она может. В грамотных позициях и, наверное, руках. Поэтому рекомендую ли я качать эту шведку, да, определённо, вы не пожалеете. И мне почему-то кажется, что она куда интереснее, чем тот же самый ИКВ-9105. Это нам предстоит проверить, покатаем и на нём, но, возможно, несколько позже. В общем, я рекомендую, и вы пишите свои мнения по поводу этой серии шведских машин в комментариях. Время как раз пришло, а я пойду пилить для вас новый контент. Благодарю всех за просмотр, спасибо, что смотрите. Не забывайте что-то потыкать под видео, чтобы Ютуб знал, что это дело благородное и нужное. И до новых встреч.